Глава вторая. Славяне – их враги. Внизовьях Волги По соседству с Киевской державой в Восточной Европе зарождалось могучее государство – Хазарский Каганат. История его заслуживает внимания. Сами хазары были одним из замечательных народов той эпохи. Первоначально их поселения сосредоточивались в низовьях Терека и по берегам Каспии. В то время уровень воды в Каспийском море находился на отметке 36, иными словами на 8 метров ниже, чем сейчас. Оттого очень большой была территория Волжской дельты, доходившей до полуострова Бузачи, продолжением Ангашлака. Хазары – кавказское племя, жившее на территории современного Дагестана. Автору этих строк доводилось находить в низовьях Волги их скелеты. Казалось, они принадлежат подросткам. Длина скелета составляет около 160 см, сами кости мелкие и хрупкие. Подобный антропологический тип сохранился у террских казаков. Следы обитания хазару Каспия сейчас скрыты наступившим морем, и лишь дагестанский виноград, принесенный хазарами с Кавказа в дельту Волги, остался свидетельством их миграции. Врагами прикаспийских хазар были степняки Буртасы и Булгары, и тех и других в VI веке подчинили себе тюрки. В начавшиеся у победителей династической распри одни тюрки оперлись на Булгар, другие на Хазар. Победили хазары и их союзники. Степные Булгары бежали на Среднюю Волгу, где основали город Великий Булгар. Другая часть Булгарской Орды, во главе с ханом Аспарухом, ушла на Дунай, где, смешавшись с южнославянскими племенами, положило начало новому народу – болгарам. Но нам сейчас интересны хазары. У хазар не было государственной власти. Сейчас от языка этого племени сохранилось одно слово, служившее названием крепости – Саркел, что значит «белый дом». Тюркские, финно-угорские и славянские языки не знают ничего похожего на это имя. В VII-VIII веках хазары подверглись натиску наступавших через Кавказ арабов. В этой войне им помогли тюрки – народ очень храбрый и воинственный. Именно они первыми в Центральной Азии освоили мощное оружие конника – саблю. И было для чего. Тюрки вели частые войны с Китаем, где правила династия Тан. Династия Тан 618-907 годы управляла Китаем талантливо и успешно. Рис при танских правителях стоил дешевле, чем когда бы то ни было. Китайцы активно общались со своим западом – тюрками, сагдийцами, тибетцами и даже арабами. Представители династии Тан мечтали о создании обширной Азиатской империи, которая включала бы не только Срединную равнину – нынешний Китай, но и степи Монголии, леса Монжурии и оазисы Сагдьяны. Борьба Тан за имперскую власть над Азией начала с победы над тюрками в середине VII века. Представитель разбитой тюркской династии убежал к хазарам, хазары приняли его и сделали своим ханом. Хан-тюрк их очень устраивал. Он кочевал со своей ставкой в низовьях Волги, между нынешними Волгоградом и Астраханью, весной откочевывал на Терек, лето проводил между Тереком, Кубанью и Доном, а с приходом холодов возвращался на Волгу. Хазарам не приходилось содержать своего хана, он не требовал с них налогов, кормя собственным кочевым хозяйством. Хан и пришедшие с ним военные знать, удовлетворяясь дарами подданных, не вводили системы поборов и не занимались торговлей. Тюркские ханы и беки, возглавив хазар, ставших к тому времени совсем не воинственными, организовали их защиту от арабов. Те наступали из Азербайджана через Дербент на Терек и Волгу. Тюрки, народ воинов, защищали хазар от врагов и совместно с ними образовали в Прикаспии небольшое государство. И вот это тюркско-хазарское государство испытало внедрение иного народа с иными традициями и культурой. Пришельцы с юга Изучая историю различных народов, мы постоянно сталкиваемся с повторяющимися явлениями огромного значения – миграциями населения. Миграции сильно разнятся. Случается, что народ переселяется на чужую территорию и хорошо к ней приспосабливается. Именно так распространялись славяне с верховьев Вислы до берегов Балтийского, Адриатического и Эгейского морей. Они сумели обосноваться везде. Это был молодой, сильный и очень активный народ. Другие народы, переселившиеся в районы с непривычными для них климатом и природными условиями, исчезли. Они или вымерли, или смешались с местным населением. Так в Южной Франции, в Испании, Северной Африке закончились исторические судьбы вандалов, свевов, готов. Была еще одна форма миграции. Группа купцов или отряд завоевателей создавали свою колонию на чужой территории. Так англичане колонизировали Индию. Они зарабатывали там деньги, отнюдь не становятся индусами, а потом возвращались в Англию. И французы в своих африканских колониях не превращались в негров. Поработав и послужив в Африке, они возвращались в Париж. Для хазар колонизаторами стали представители персидской и византийской ветвей еврейского народа. В Иране евреи появились во II веке, после поражения, нанесенного им римлянами в аудейских войнах. Персы охотно приняли евреев как врагов Рима и расселили их по ряду городов. Так образовались еврейские колонии в городах Исфахани и Ширази, а также в Армении и Азербайджане. Но в V веке в Персии произошли события драматические и для персов, и для пришлых народов. При Ишахе Каваде его визирь Маздак возглавил движение, которое по его имени называется Маздакитским. Маздак был находчивый политик, и во время очередного голода в стране выдвинул простую программу борьбы с кризисом. Суть ее состояла в следующем. В мире существует добро и зло. Добро – это разум, а зло – неразумие, инстинкты. Представляется неразумным существование богатых и бедных, когда одни имеют гаремы, много хороших лошадей и дорогого оружия, проводят время в пирах и на охоте, а другие голодают. Поэтому будет справедливо казнить тех, у кого много имущества, а их добро и гаремы раздать бедным. Маздак начал осуществлять эту программу, но бедных было много, и всем добра богатых не досталось. Досталось только сторонникам Маздака, Маздакитам. Персы согласились бы отдать за собственную жизнь и земли, и оружие, и коней, но им было жаль своих жен. Они выражали недовольство, в ответ следовали казни. Сам Шак был арестован Маздакитами. Но он бежал к степнякам Эфталитам и вернулся с их войском. Его сын, энергичный Хосров, мобилизовал степняков-саков, поднялись все недовольные Маздакитами, поднялись многочисленные дети казненных, в 529 году Хосров взял власть в свои руки, повесил Маздака и расправился с его сторонниками. Их живьем закапывали в землю вертикально и при этом вниз головой. Казалось бы, какое это имеет отношение к евреям? А самое прямое, евреи принимали активное участие в этих событиях. Одни были сторонниками Шаха Хосрова, другие – Маздакитами. После победы Хосрова уцелевшие Маздакиты, персы и евреи бежали в Азербайджан. Спаршиеся евреи поселились к северу от Дербента на широкой равнине между Териком и Судаком. Тем временем в Византии освоились евреи, бывшие противниками Маздакитов, и бежавшие из Ирана в период торжества Маздака. Они были приняты греками, хотя и без всякого энтузиазма. Так создались две ветви евреев, о которых мы уже упоминали. Евреи, оказавшиеся на Кавказе, начисто забыли и свою древнюю грамоту, и традиции иудаизма, и его обряды. Забыв все, они сохранили память лишь о запрете на работу в субботний день. Они пасли скот, возделывали землю и дружили с хазарами, своими северными соседями. Восстановил иудаизм среди своих соплеменников один из вождей по имени Булан, по-тюркски Лось. В 730 году он принял имя Сабриэль и пригласил иудеев, учителей религиозного закона. Между тем Византия вела отчаянную борьбу с арабами. Евреи, нашедшие Византии спасение, должны были бы помогать византийцам, но помогали они довольно странно. Договариваясь тайно с арабами, евреи открывали по ночам ворота городов и впускали арабских воинов. Те вырезали мужчин, а женщины детей продавали в рабство. Евреи же, дешево скупая невольников, перепродавали их с немалой выгодой для себя. Это не могло нравиться грекам. Но, решив не приобретать себе новых врагов, они ограничились тем, что предложили евреям уехать. Так в землях Хазар появилась и вторая группа евреев – византийская. Страна к северу от Тирика понравилась переселенцам. Луга, покрытые зеленой травой, были прекрасными пастбищами. В притоках Волги водились осетры и стерлить. Здесь проходили торговые пути. Соседние племена были беззлобны и неагрессивны. Используя свою грамотность, евреи стали осваивать и развивать занятия, несвойственные местному населению. В их руках оказались дипломатия, торговля, образование. В начале IX века еврейское население Хазарии к своему экономическому и интеллектуальному могуществу добавило и политическое. Мудрый Абадия, про которого древние документы говорят, что он боялся Бога и любил закон, совершил государственный переворот и захватил власть. Он выгнал из страны тюрок, составлявших военные сословия Хазарии. При этом Абадия опирался на отряды наемников, печенегов и гузов. Хазарские тюрки долго воевали с захватчиками, но были разбиты и частью погибли, частью отступили в Венгрию. Казалось бы, должно было произойти смешение Хазар с евреями. Но не тут-то было. Согласно старой еврейской мудрости, никто не может обнаружить след птицы в воздухе, змеи на камне и мужчины в женщине. Поэтому евреями считались все дети евреек, независимо от того, кто был их отец. У Хазар же, как у всех евразийских народов, родство определялось по отцу. Эти разные традиции не давали смешаться двум народам, этносам. И отличие двух народов закреплялось тем, что дети евреек и дети Хазарок обучались по-разному. Учитель Раввин не принимал в школу ребенка, если тот не был евреем, то есть если его мать была Хазарка или Печенежка. И отец учил такого ребенка сам, но, конечно, хуже, чем учили в Хедере, школе. Так закреплялись два разных стереотипа, образа, поведения. Это различие и определило различные судьбы двух народов – евреев и Хазар. Власть и деньги Евреи, в отличие от Хазар, к IX веку активно включились в тогдашнюю систему международной торговли. Караваны, ходившие из Китая на запад, принадлежали в основном евреям. А торговля с Китаем в VIII-IX веках было самым выгодным занятием. Династия Тан, стремясь пополнить пустеющую из-за содержания большой армии казну, разрешила вывозить из страны шелк. За шелком и шли еврейские караваны в Китай. Путь проходил через степи Уигуров и дальше через Семеречье, мимо озера Балхаш, Коралу, к городу Ургенч. Очень трудным был переход через плато Устюрт. Затем караваны пересекали реку Яик и выходили к Волге. Здесь усталых путников ждал отдых, обильная пища и развлечения. Прекрасная волжская рыба и фрукты, молоко и вино, музыканты и красавицы, услаждали караванщиков. И у заправлявших экономикой по Волжье еврейских торговцев скапливались сокровища – шелка, рабы. Потом караваны уходили дальше, попадая в Западную Европу, Баварию, Ламгедок, Прованс, и перевалив через Пиренеи, оканчивали долгий путь у мусульманских султанов Кордовы и Андалузии. Снаряжавшие караваны купцы, не только еврейские, но и сокдийские, основывали в Китае свои колонии – сеттльменты. Один такой сеттльмент был на северо-западе Китая, в городе Чаньань, другой – на юго-востоке, в городе Кантон. Вся тяжесть экономической политики императорского Китая ложилась на плечи крестьян, ибо шелк правительственные чиновники собирали именно с них. В результате возникло крестьянское восстание под руководством Хуан Чао 874-901 годы. Он использовал и всеобщее недовольство, и то, что правительство империи ослабло от очередных военных неудач. Восстание было направлено против засилий иностранцев. Правительство Тан обвинялось в том, что оно разрешило и поддерживало торговлю с иноземцами. Восставшие взяли Кантон, где все пришло и население было вырезано. Затем они прошли всю страну до Чань-Аня и даже заняли этот город со смешанным населением. Но горожане, защищая жены, детей, сумели выгнать повстанцев. Тем временем правительство Тан призвало на помощь два племени – тибетцев и тюрок-шато. Вождь-шато, одноглазый дракон, с четырьмя тысячами своих всадников и таким же отрядом тибетцев, изрубил двухсоттысячное войско повстанцев. Хуан-чао погиб, спасли столько успевшие бежать, шато пленных не брали. Правительство победило, но хозяйство Китая было подорвано восстанием. Множество крестьян было убито, вывозить стало нечего, ибо некому было вырабатывать шелк и ухаживать за тутовыми деревьями. И Тай выбыл из мировой торговли. Славяно-русы и Византия Образовавшееся русско-славянское государство с центром в Киеве быстро усилилось и сразу же начало расширяться к берегам Черного моря. В этом движении славяно-русы столкнулись с таким грозным противником, каким была в конце IX – начале X века Византия. Говоря об отношениях Киева и Византии в X веке, необходимо сразу отметить следующие обстоятельства. Во-первых, в X веке весьма изменились ландшафтно-климатические условия жизни народов Евразии и, в частности, обитателей Северного Причерноморья. Наступила очередная вековая засуха, вследствие которой часть печенегов откочевала из Средней Азии, в низовье Днепра. Печенеги в поисках союзников вступили в контакт с Византией и стали для нее надежными друзьями, а враги печенегов и Византии-мадьяры выступили союзниками славян и русов и как могли поддерживали их. Во-вторых, события войн славяно-русов с Византией переданы в византийских хрониках и русских летописях с очень сильными искажениями. Вместо правдивого изложения событий мы имеем легенды, которые сочинялись летописцами в угоду начальству в зависимости от политической ситуации. Особенно характерна историческая мифология для русского летописания, знаменитой повести временных лет Нестера. Инок Нестер жил и трудился в Киево-Печерской лавре, культурном центре Киева, где в XI-XII веках были сильны антигреческие настроения. Отражением этих настроений служит, например, факт переноса Нестером даты похода русов под руководством Аскольда на Царьград на 47 лет с 860 года на 907 год и вообще приписание похода Олегу. Так подвиги древнего руса в войне с Византией оказались совершенными варяжским конунгом. Более того, если внимательно прочесть повествование Нестера, можно заметить, что с 882 по 885 годы Олег одерживает победы над всеми славянскими племенами, в том числе и над платившими дань Хазарам. Однако ни о реакции Хазар на победу Олега, ни о самих Хазарах, Нестеру не пишет ни слова. Причем летописная пауза в рассказе о Хазарских делах занимает ни много ни мало 80 лет. Очевидно, летописец вполне сознательно умалчивает о каких-то событиях, но о каких именно мы можем только догадываться. Попробуем для начала исходить из твердо установленных фактов. А знаем мы следующее. Византия вынуждена была бороться с коалицией Мадьяр и славяно-русов. Первыми, кто воспользовался скованностью сил греков, были арабские пираты. Больше всего острота ситуации сказалась на владениях Византии в Восточном Средиземноморье. Арабо-берберские пираты из Испании захватили остров Крит и вырезали там все христианское население. Сирийские и египетские арабы захватили острова Егейского моря Лемнос, Родос, Наксос и другие. Наконец, в 904 году великий арабский корсар Лев Триполитанский сумел напасть на Фессалоники и разграбил окрестности второго по величине города империи. Этот пират покушался даже на Константинополь, но не имея достаточных сил, обратился за помощью к не меньшим разбойникам русам Дромитам. Прозвище Дромиты от греческого «дромос» «бек» свидетельствовало о стремительности набегов этой днепровской вольницы. Первый набег русов на Константинополь состоялся еще в 860 году. Тогда греки встретили врага иконой богоматери Адиги Трии. Стены города оказались неприступными. Русы отошли от столицы и предпочли заключить выгодный для них мир. Так было положено начало воинам славяно-русов с Византией, длившимся до конца X века. И вот по зову Льва Триполитанского с низовьев Днепра, Днестра и Южного Буга вновь потянулись ладьи Дромитов. Их флот собрался у берегов Босфора, где русов встретила греческая эскадра наварха Иоанна Радина. Большая часть русских кораблей была сожжена греческим огнем. Мы и сейчас не знаем химического состава этого страшного оружия византийцев. Можно лишь догадываться, что его основу составляла нефть. Спас лишь один отряд, уведенный его вождем Хельги и скрывшийся в устье Днепра. После такого успеха греки легко отразили атаку арабов Льва Триполитанского. Попробуем представить, что можно было сделать на месте русов Дромитов. Поход на Константинополь окончился жутким разгромом. Большая часть соратников погибла в пламени греческого огня. Высадившиеся на берег попали в плен и были превращены в невольников. Ни о какой добыче не было и речи. Острая вражда между русами и Византией усугубилась. Было очевидно, что воевать с мощным противником без поддержки нельзя, и русы стали искать союзников. Ими оказались хазары. Иудейское правительство хазарии было враждебно христианской Византии. Хазары, как мы уже знаем, использовали русские войска в каспийских походах и, конечно, в войнах против греков. Большой поход против ромеев был совершен в 941 году, и снова византийский флот сжег греческим огнем ладьи славян и русов. Но хазарское правительство устраивал и такой исход. Ведь силы Византии на Черном море были скованы этой борьбой. А поскольку в Малой Азии грекам приходилось бороться с мусульманами, то хазарский каганат оказался гегемоном в Восточной Европе. Хазария смогла обложить данью славян, мордву, мерю и камских булгар. Эти последние рассчитывали на помощь мусульман и часть булгар приняла ислам 922 год. Но распадавшийся халифат, оплот Магометан, не мог помочь даже себе, а тем более далеким единоверцам. Триумф Святослава неудачно неудачно сопротивлялся хазарии в начале X века и Киев. Мы помним, что попытка русов захватить сам Керц и утвердиться на берегах Азовского моря вызвала ответный поход полководца Песаха и поставила Киев в положение данника и тильских купцов ракдонитов. При сборе дани для хазар в древлянской земле был убит Игорь, князь Киевский и муж Ольги 944 год. Сопротивление хазарам, а не война с Византией становилась главной проблемой для Киева. И потому княгиня Киевская Ольга, правившая при малолетнем сыне Святославе, постаралась приобрести в лице греков сильного союзника. Она отправилась в Константинополь, где приняла крещение, избрав своим крестным отцом императора Константина Багряна Родного. Здесь мы вновь сталкиваемся с явной хронологической путаницей Нестора и других летописцев. Согласно новгородской первой летописи, Ольга родилась в 893 году, в Константинополе побывала в 955, ей должно было быть в то время уже 62 года, а Нестор уверяет нас, что Константин был столь очарован Ольгой, что хотел на ней жениться. По нашему мнению, поездка Ольги в Византию и крещение ее состоялись примерно на 10 лет раньше, в 946 году. Возвращаясь на твердую почву установленных фактов, мы убеждаемся в реальности похода Святослава против Хазар. Молодой князь, оказавшийся энергичным полководцем, начал его летом 964 года. Святослав не решился идти от Киева к Волге напрямую, через степи, это было очень опасно, ибо племя северян, обитавшие на этом пути между Черниговом и Курском, было сторонником Хазар. Русы поднялись под Днепру до его верховьев и перетащили ладьи Ваку. По Оке и Волге Святослав и дошел до столицы Хазарии и Тиля. Союзниками Святослава в походе 964-965 годов выступили Печенеги и Гузы. Печенеги, сторонники Византии и естественные враги Хазар, пришли на помощь Святославу с запада. Их путь, скорее всего, пролег у нынешней станицы Калачинской, где Дон близко подходит к Волге. Гузы пришли от реки Яик, пересекшие покрытые барханами просторы при Каспии. Союзники благополучно встретились у Итили. Столица Хазарии располагалась на огромном острове 18 км в ширину, который образовывали две Волжские протоки, собственно, Волга с запада и Ахтуба с востока. Ахтуба в те времена была такой же полноводной рекой, как сама Волга. В городе стояли каменная синагога и дворец царя, богатые деревянные дома рахданитов. Была и каменная мечеть, ведь с мусульманами там обращались вежливо. Воины Святослава отрезали все пути из Итили, но его жители наверняка знали о приближении русских, и большая часть хазара аборигенов убежала в дельту Волги. Волжская дельта была естественной крепостью, в лабиринте протоков мог разобраться только местный житель. Летом невероятные тучи комаров, появлявшихся с закатом солнца, победили бы любое войско. Зимой же Волгу сковывал лед, и дельта становилась недоступной ладья. Острова дельты были покрыты бэровскими буграми, огромными холмами, высотой четырехэтажный дом. Эти бугры дали убежище настоящим хазарам. В ином положении оказалось еврейское население. Изучить волжские протоки еврейским купцам и их родственникам смысла не было, они для того и создавали свою монополию внешней торговли и ростовщичества, чтобы жить в комфорте искусственного ландшафта города. Евреи были чужды коренному населению, хазарам, которых они эксплуатировали. Естественно, что хазары своих правителей мягко говоря недолюбливали и спасать их не собирались. В осажденном городе евреям бежать было некуда, потому они вышли сражаться со святославом и были разбиты на голову. Уцелевшие бежали черными землями к терику и спрятались в Дагестане, черными земли к северу от терика назывались, потому что из-за малоснежной зимы в этом районе сильные ветры легко поднимали со снегом пыль и возникали черные вьюги. Святослав пришел и на терик. Там стоял второй большой город хазарских евреев Семендар. В городе и окрестностях было четыре тысячи виноградников. Ныне это пространство между станицами Червленой и Гребенской. Оно описано Львом Толстым в повести «Казаки». Семендар имел четырехугольную цитадель, но она не спасла город. Святослав разгромил Семендар и, забрав у населения лошадей, валов, телеги, двинулся через Дон на Русь. Уже по дороге домой он взял еще одну хазарскую крепость Саркел, находившуюся около нынешней станицы Цемлянской. Саркел был построен византийцами в период их короткой дружбы с Хазарией и создал его грек архитектор Петрона. В Саркеле Святослав встретил гарнизон, состоявший из наемных кочевников, князь одержал победу, разрушил крепость, а город переименовал в Белую Вежу. Там в дальнейшем поселились выходцы из Черниговской земли. Взятием Саркела завершился победоносный поход Святослава на Хазарию. В результате похода 964-965 годов Святослав исключил из сферы влияния еврейской общины Волгу, среднее течение Терека и часть Среднего Дона. Но не все военно-политические задачи были решены. На Кубани, в Северном Крыму, в Тьму Таракани, еврейское население под именем Хазар по-прежнему удерживало свои главенствующие позиции и сохраняло финансовое влияние. Однако основным достижением похода бесспорно явилось то, что Киевская Русь вернула себе независимость. Редактор субтитров Редактор субтитров